Здравствуйте, я Антонио Сантену, основатель канала Real Man Real Style. Сегодня я отвечу на вопрос, который вы мне задали. Антонио, когда мне заправлять рубашку? Я посещаю мероприятия, и обычно мне нравится быть в рубашке на выпуск. Мне нравится это свободное, чувство, но я смущаюсь и хочу понять, могу ли так ходить, или мне нужно заправить рубашку. Друзья, я дам вам три рекомендации, чтобы вы приняли правильное решение, и не стеснялись, и не переживали на встречах, должна ли быть заправлена ваша рубашка. И я знаю, что некоторые мужчины говорят, рубашки всегда должны быть заправлены. Но это не всегда так. И если вы хотите знать, как заправить свою рубашку, чтобы она не выправлялась, и выглядела великолепно, хорошо сидела по фигуре, посмотрите мое отдельное видео о том, как правильно заправлять рубашку. Говорится о военной заправке, о заправке в нижнее белье. Ладно, друзья, давайте рассмотрим три правила, три рекомендации. Номер один. Посмотрите, эта рубашка предназначена для заправки? Есть определенные стили рубашек, которые должны быть заправлены. Других не так много. Рубашки для костюмов всегда должны быть заправлены. Рабочие рубашки, сделанные из фланели, шамбре, конечно, заправь. И я расскажу об этом чуть позже. Почему именно? Футболки, майки, которые обычно носят под рубашкой, да, их тоже нужно заправить. Хорошо. Рубашки, которые предназначены для носки на выпуск, более повседневны. Так, рубашки пола, гавайские рубашки, рубашки регби, футболки. Хотя в какой-то степени вы можете заправить футболки. И мы поговорим о некоторых правилах в самом конце. Также рашгарды, спортивные футболки, рубашки пулловеры с короткими рукавами, которые можно носить в жаркую погоду, гваябера. Они сделаны для того, чтобы их носить на выпуск. Теперь перейдем к номеру два. Давайте посмотрим на подол и дизайн рубашки. Во-первых, когда мы посмотрели на подол рубашки, и он идет прямо, скорее всего, рубашка должна быть на выпуск. Однако, даже если она пошита так, чтобы ее можно было носить не заправляя, будет смотреться плохо, если она слишком длинная. Как только она начинает закрывать вашу задницу, это рубашка, которую вам нужно заправить, если у нее есть фолда спереди и сзади, и обычно заканчивается на боках. Если она выглядит так, то ее нужно заправить. И если она слишком короткая, мое правило для того, чтобы сказать, слишком ли короткая рубашка, чтобы ее можно было носить на выпуск, просто поднимите руки вверх. Если поднимите руки вверх, и покажется часть вашего тела, то есть, она находится выше ваших штанов, тогда эта рубашка, вероятно, слишком короткая для вас. Поэтому вы должны вернуть рубашку. Если она немного длиннее, ничего, большинство рубашек можно ушить. Наконец, давайте поговорим о формальности события. В принципе, что ты собираешься делать? Если это мероприятие, на котором люди будут одеты с иголочки, заправлять свою рубашку всегда будет более формально, чем носить на выпуск. Единственное исключение из этого – в случае жаркой погоды. И вот где что-то вроде гваяберы имеет большой смысл. И я видел, как президент США на мероприятии в Центральной или Южной Америке надел гваяберу. Она была на выпуск. Это модели рубашки как раз для жаркой погоды. Таким образом, в этом случае это формально, но она на выпуск. Нам также нужно посмотреть, что будет сочетаться с тем, что вы носите. Если вы носите шорты, и это пляжная свадьба, все в порядке. Технически событие формальное, но это будет непринужденная обстановка. Таким образом, вы сможете носить что-то на выпуск, предполагая, что дресс-код свободный и все с этим в порядке. Смысл ясен? Друзья, это три рекомендации. Опять же, посмотрите видео о том, как правильно заправить рубашку. Я думаю, что большинство из нас будет лучше выглядеть, заправляя рубашку. Особенно, если заботитесь о своем теле, и вы в отличной форме. Заправленная рубашка делает вас стройнее и заставляет выглядеть более худым. Вот и все, друзья. Дайте мне знать, что вы думаете. Если у вас есть еще вопросы по мужскому стилю, напишите в комментариях здесь на YouTube. На самом деле, ценю вашу поддержку. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.